МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Народный день зубного врача». Выбор даты не случайный. Именно 6 марта 1790 года Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор. Только малой части человечества удается избежать проблем больных зубов, больных десен, неправильного прикуса. Основную же часть населения Земли хотя бы один раз в жизни постигла участь посидеть в кресле зубного врача. К счастью, наука и технология развиваются с такой стремительной скоростью, что за последние несколько десятков лет поход к стоматологу становится все менее и менее похожим на средневековую экзекуцию. И еще один праздник, который отмечается в нашей стране с 2009 года. День театрального кассира. Особенно этот день отмечают в театре приют комедиантов, где и придумали этот праздник. Но, думаю, неплохо бы поддержать этот праздник и в коме, ведь не так много представителей этой профессии в нашей республике. Так что всех зубных врачей и театральных кассиров мы поздравляем с профессиональным праздником. И к теме нашего эфира. Впервые в студии рабочего полоння сразу 8 человек. И все они представители одной дружной семьи. Семьи Колиговых из Зелинца. Здравствуйте. Представлю маму и папу. Это Александр Колигов и Виктория Колигова. Здравствуйте. Представьте детишек. Детей. Вам, наверное, будет... Может, пару слов. Можно? Значит, это Богдана. Это у нас третья по счету. Студентка Сыктывкарского педагогического колледжа. По специальности дошкольное отделение спец. Эвелина. Это у нас старшая дочь. Она учитель музыки в нашей Зеленецкой школе. Наша опора, поддержка. Как говорится, вторая мама, можно сказать. Рядом с ней сидит Иосиф. Это наш Баловень. Младший сыночек. Идакий король, можно сказать. Так, Мирослава. Она учится у нас в музыкальной школе. На флете заканчивает в этом году. Но на данный момент она ближе к маме. Мамина помощница. Матвей. Это у нас спортсмен в семье. Единственный, к сожалению. Кто очень любит спорт. Лыжник, биатлон. Защищает честь района, республики. Вот такой молодец. За всю семью одувается. Дальше. И последняя у нас сидит Василина. Наша несмеяна, так сказать. Закончила тоже музыкальную школу по классу флейты. И сейчас готовится к сдаче экзаменов за девятый класс. И по уважительной причине еще один из семей. Да, по уважительной причине. С нами нет сегодня. Георгия, это второй наш сын. Проходит срочную службу в городе Петербурге. В военной академии имени Хрулева. Да, он с нами. И мы с ним. Ну вот и все. Вот начать с такой вот вопроса хотела. Я, насколько знаю, в прошлом году, уже в прошлом, да, 2016-м, вам вручили вот орден или награду, которую мы сейчас видим, наши телезрители тоже видят. Расскажите немножечко, как называется она. Орден Материнской славы. Раньше был Орден Материнской славы, а сейчас Орден Ордительской славы. То есть он же вот в прошлом году как раз-таки впервые и маме, и папе вручался, да? Ведь раньше всегда... С 12-го года. А, с 12-го года. Да, с 12-го года. И маме, и папе вручается этот орден. Ну вот с вопросом, хотели бы вы много детей, иметь много детей? Такой вопрос вот мы задали нашим телезрителям на улицах Сыктывкара. И давайте посмотрим, что они нам ответили. Хотели бы вы иметь много детей? Да. А вот сколько, например? Трое. Трое, да. Как вы вообще относитесь к многодетным семьям? Хорошо, замечательно. Как вы относитесь к многодетным семьям? Ну, конечно, деньги надо им. А почему? Да трудно понять. Материальность все-таки... Пугает, да? Не знаю, в наше время, наверное, и нет. А что пугает? Нестабильность, как бы неуверенность в завтрашнем дне. Много детей, это много хлопот, много расходов. А вот как вы относитесь к многодетным семьям? Положительно. Я восхищаюсь их мужеством. В наше время иметь много детей, это подвиг, наверное. Как вы вообще относитесь к многодетным семьям? Положительно. У меня у сестры трое, нормально. Все растут. Как она... Всегда поможет, помочь, воспитать, наверное, поддержать. Ну, в финансовом плане, да и так. Ну, вот у вас сколько детей? У меня двое были. Я уже бабушка три раза. Три раза. Ну, вот сами в юности хотели иметь много детей? Ой, нет. А вот что вас пугало? Почему испугалась? Я сама в детдоме выросла. Нет уж. Не знаю. Своих еще пока нету. А как вы относитесь к многодетным семьям? Нормально. Дети это, в принципе, хорошо? Положительно. Только положительно. А у вас сколько детей? У меня двое. Ну, мечтала, конечно, все время много, но так получилось. Всего двое. Конечно. А сколько? Трое. Не пугает вас? Нет. А как вообще вы относитесь к тем семьям, кто имеет очень много детей? Ну, это счастье, мне кажется. Ну, это то, что много детей. Хотели бы вы иметь много детей? Да. Наверное, да. Ну, сколько, например? Штук шесть. А знакомая есть? Такие многодетные семьи знакомые? Я знаю только одну пару, которая, правда, живет в Австралии. У нее шесть детей. Она, получается, троих родила как по годок через год. И потом трое не забеременела. У меня такие прекрасные фотографии. Детки такие милые. После этого, почему-то, захотела сразу тоже много детей. Хотели бы вы иметь много детей? Да. А вот сколько? Футбольную команду. Да. А у вас есть знакомые, которые видят много детей? Нет. Знакомых нет. А как вообще относитесь вот к многодетным семьям? Позитивно. Это круто. Мне кажется, это прям вообще счастья столько. Бог, значит, любит вас и чем-то награждает таким. Вот лично мое впечатление, что вот, может быть, лет 20 назад желание иметь много детей немножко удивляло. Сейчас все больше молодежи к этому спокойнее, позитивнее относятся и все чаще заводят именно трех-четырех детей. Вы, когда встретились, влюбились, поженились, изначально думали, что у вас будет прям много детей? Ну да. Прямо обговаривали, план составляли. Прямо заранее обговорили, что у нас будет столько детей, сколько нам даст Бог. Да. И мне, конечно, приятно, что в интервью в основном отношение к многодетным семьям. У всех положительное, у всех хорошее. Вот это меня порадовало. Но многие, конечно, просто боятся завести. А как думаете, надо бояться или не надо бояться? Вот вы уже опытные родители. А чего бояться? Вы это все ощутили. Да, ну, я считаю, что бояться, конечно, мы, конечно, морально были готовы, да, что у нас будет, да, у нас, скорее всего, будут сложности. Мы поженились в 95-м году. Это, как говорят сейчас, бешеные 90-е. Работы не было, зарплату не давали. Но, как говорится, слава Богу, все живы, здоровы, не раздеты, даже вот похудеть никак не можно. Вот, а в плане материального, вот папа скажет, да, как нам удавалось материально. Ну, вообще, за трудности, то я считаю, что, почему люди боятся рожать? Ну, один, первый ребенок, говорят, ну, двое детей, а как можем их содержать? Ну, первый ребенок тяжело, да, для меня тоже было. Первый, второй ребенок было очень тяжело. Когда родился третий ребенок, у Богдана уже, я уже понял, что это гораздо легче. А уже четвертого, я как будто уже, ну, как будто так и надо. И так, и дальше. И я понимал так, что с рождением каждого ребенка так получалось, что Бог так вот смотрел, а я считаю, что это Божие действие такое, что рождался ребенок, зарплата увеличилась. Вот так вот, да. То есть жизнь, материальное благополучие с каждым ребенком у нас увеличивалось. Вот так вот, ну, так получилось. Нельзя говорить, дает Бог ребенка. Да, дает и на ребенка. А девчонки задумывались же наверняка уже, и ребята, о своих семьях, ну, перспективы какие-то. Сколько вы хотите деток? Ну, не хотелось бы, конечно, мало. Хочется больше уже, все равно привык жить в окружении стольки детей, как бы, и сколько я, как самая старшая, да, сколько я их нянчила, да, уже, даже уже необходимость уже кого-то будет уже понянуть. Они просят, просят, да, чтобы еще легкая была, да. Стиль жизни, думала? Я, да, тоже хочу, чтобы было много. А представителей мужской части? Лично я еще не думала, потому что я еще маленький. Ну, и как говорят психологи, на самом деле, женщина решает, да, будет много детей, а мужчина может согласиться с этим, да, или, соответственно, настаивать, потому что все-таки на женских плещах нужно в основном все нести. И вот сейчас вашему вниманию я предлагаю комментарии психолога, что особенного в мировоззрении людей, которые решаются создать многодетную семью. Давайте посмотрим. Чаще всего это идет либо из родительской семьи, допустим, в семье это по роду идет, да, что рожают много детей. Соответственно, девочка, воспитываясь, воспринимает это как норму, да, иметь ни одного, ни двух детей, а иметь там трех или четырех. И очень часто даже родители могут говорить, ну, вот один ребенок – это не ребенок, а что-то с тобой случится, и что тогда, да, то есть должна быть поддержка. И, соответственно, некоторые из своей родительской семьи, да, из чувства страха, что на самом деле, если ребенок останется один, то как ему будет скучно, как он будет справляться. И есть, конечно, категория родителей, которые осознанно это делают, потому что видят в этом свою миссию, да, то есть у них предназначение, видение того, чтобы воспитать достойных счастливых детей. То есть основная миссия у них – это в проживании родительской роли, да, то есть быть вот эффективным родителем. Поэтому у них тогда на… от ухода, да, на второй план профессиональная деятельность, да, какие-то собственные хобби, увлечения, у них на первом месте становится вот как раз раскрытие своего родительского потенциала. Там, с одной стороны, проще становится, да, потому что у родителя на самом деле подрастающие дети становятся такими помощниками, да, то есть и младшие быстрее развиваются, глядя на старших, да, то есть вот в этом плане родителю помощь. Но с другой стороны, здесь и есть определенный минус, да, потому что каждому ребенку необходимо стопроцентное внимание мамы и папы. Это очень сложно делать, да, то есть это либо подключать кого-то дополнительно, там, бабушек, дедушек, чтобы посидели, пока я с одним. И чаще всего тогда женщине нужно отказаться от профессиональной деятельности. Ну и первый вопрос. Вы из многодетных семей? Сами в какой семье выросли? Сколько было братьев, сестер? Ну, у меня было, у меня есть брат и сестра есть, да, считается, многодетная семья. Ну, у меня был брат, к сожалению, в молодости он погиб, попала в катастрофу, да, ну вот я одна сейчас. То есть вы все-таки, это ваша миссия, быть родителями, да? Да, мы так считаем. То есть на определенном этапе, совершенно верно, я, будучи педагогом, мечтая всегда о карьере педагога, пришлось мне от этого отказаться. Но все свои возможности, все свои знания, я, это, конечно, бедные дети, когда мама педагог, и она не работает. Вот тогда они, да, они у меня все начали рано читать, это участие во всевозможных исследовательских работах, конкурсах. Вот, но на каком-то этапе я решила отдохнуть и выйти на работу. Вот, ну, когда уже детки, естественно, подросли. Иосифа еще не было, Матвея года три было. Вот, ну, это, конечно, бабушки, бабушки, дедушки, они нас поддержали, вот, они нянчились. Хорошо, что моя мама с папой, они жили рядом с нами. Вот, и, ну, теперь я реализуюсь и как педагог, моя мечта сбывается. А родители, кстати, не удивлялись вашему решению большого количества детей? Да, очень удивлялись, да, и были даже опасения у руководства, я так думаю, как я буду справляться. И очень часто, как бы, я даю открытые уроки на районную республику, вот, и когда уже самоанализы, там кто-то там стоит, вы знаете, у нее семеро детей, они говорят, как, как, а когда? А когда вы все, ну, вот, все получается. Меня детки поддержали. Я, конечно, выходя на работу, я спросила их менее, как вы будете, вот, мама будет на работе, вы же все уже, вас никто встречать не будет дома, да? Девчонки все, и кушать готовить. Да, они молодцы, они молодцы, они меня поддержали. И папа тоже поддержал. Мы друг друга заменяем. Сначала была я старшая, соответственно, я, ну, готовила, там, детей встречала и так далее. Потом я поступила, соответственно, в колледж, осталась Богдана. Богдана ушла, осталась Василина. И вот они вот, вот так вот, перетитированы. Они молодцы. Я вот думаю, вот, чисто технические моменты. У меня муж из мини-многодетной семьи, да, где трое деток. У меня, мы вдвоем с сестрой. Когда мы собираемся на праздники, вот, наша квартира не позволяет собрать нашу семью, небольшую семью. Как вы собираетесь? Пока еще легко, а девчонки же скоро уже совсем семьи будут. Евелина уже вот на выданье совсем. Да, да, да. Ну, мы мечтаем. Сейчас у нас, конечно, квартира. Не очень такая большая кухня, конечно, да, комната. Но мы мечтаем о доме. И там уже гостиную сделаем побольше, чтобы можно было принимать наших деток со своими детками тоже. А вы, кстати, морально готовы к тому, что... Конечно, конечно. Если каждый семь по семье, там практически 50 внуков. Вау, здорово. Толкают, намеки там. Смотри, вот этот вот, а вот этот вот. Потому что уже реально, да, потому что привыкли, что в семье всегда есть маленький ребенок, а это от рада, понимаете? Это радость, это какие-то неожиданные моменты, это стиль жизни. Вот. Это-то уже подрост, уже второй класс. Кстати, вот Юлия Пешукова, психолог, за кадром, мы не взяли этот комментарий, как бы не включили, говорит о такой проблеме, как усталость мамы. Ведь мало того, что нужно физически выносить, это тяжело. Ну, удовольствие, конечно, но все равно тяжело. Родить, это тоже труд. Выкормить, труд. И вот они же все друг за другом, соответственно, перерыва этого как бы такого нет. И другие нужды появляются. Вот с этой усталостью как вы справляетесь? Вы маме-то даете, вот помимо того, чтобы готовку на себя взять, не знаю, маму куда-нибудь отпустить, погулять? Да, но обычно мы, когда ездим в отпуск летом, родители стараются вывозить нас каждый год на море. И вот у них всегда как раз выпадает их день свадьбы на отпуск. И мы прям с детьми собираемся, родители отпускаем, на целые сутки можем отпустить, куда-нибудь съездить, в романтический какие-то ужин, например, куда-нибудь там. А те дальные источники в этом году, они нас на целые сутки отпустили. Мы там расслабляемся. Это спасибо детям, конечно, вот то, что они нам на праздники, да? А так бабушка нас отпускала куда-то вот с папой съездить. Папа меня куда-то спускал, чтобы я ходила, отдохнула. Но я всегда знала, что мне надо отдохнуть. Маме уставать нельзя. Маме уставать нельзя. Мама, да, это источник сил всей семьи, поэтому маме нужно обязательно отдыхать. А вот хобби, какие-то увлечения, которые приносят прям отдельную радость, удовлетворение, кроме детей. Воспитание детей. Есть? Ну, это музыка, наше общее хобби такое. У всех практически детей. Вот это занятие музыкой. Но мое хобби, это сейчас, конечно, работа. Работа учителем начальных классов. Очень много вот... То есть мое хобби сейчас крутится вокруг работы. Сейчас я предлагаю нам посмотреть фрагмент фильма, любимого, я думаю, всеми, однажды 20 лет спустя. Гражданка, гражданочка, одну минуточку. Вот то, что я вам говорила. Вы видите, что делает? Нет. Гражданка, нужно разобраться. Да, нужно разобраться. Пройдемте, пожалуйста, ко мне в кабинет. Вещи возьмите. Гражданка. Вещи, гражданочка, возьмите. А ну, так, хорошо. Скупает все подряд во всех отделах. Нет. А 26 размера по 46. Так у меня же... А них пеналов 7 штук. Я понимаю. Скупает все, а потом спекулирует. Да что вы врете-то? Что вы врете? Маша, ну не жду. Да врете вы. Врете. Ну-ка, они еще оскорбляют. Сержант, составляй протокол. Гражданка, пройдите. Да, сержант, составляй протокол. Извините. Вот так. Мне будут звонить. Составляй, сержант, протокол. Вот. Хлеба. Три буханки. Вот. Сахар. Пять килограмм. Вот тут вот котлет любительских. Сорок штук. И вот сосиски. Наьте. Что вы делаете? Это же безоблачное. Наьте, наьте. Успокойся ее, сержант. Я требую. Молодец. Молодец, мамочка. А мне? Может, для них картошки нужно тону на зиму. Тысячу килограмм. Вы тоже скажете, гражданка. Тысячу килограмм. Подождите, товарищ сержант. Вон она, он говорит, с 26 размера по 46. А вон они у меня и есть всех размеров. С 26 по 46. Вы что думаете, дети-то что, безразмерные, что ли, бывают? А это порядок, да? Не подумайте о многодетных матерях. Герои Советского Союза. Герои труда. Все могут без очереди. И правильно, что без очереди. Гражданка. Правильно, товарищ сержант. Ну, а матери, героини, они все в очередь. Гражданка, успокойтесь. Ах, между прочим, гражданочка. Всех этих героев, товарищ сержант, их всех мать родила. Вы сталкивались с подобным, я не говорю о спекуляции, да, а вот пренебрежением каким-то со стороны посторонних людей извне. Спасибо, конечно, за отрывок, один из моих любимых фильмов. И его пересматривая, почему-то всегда, ну, слезы наворачиваются, потому что вот режиссеры очень тонко подметили жизнь магазинной семьи. Ну, в принципе, вот эта тележка груженая, это наш вариант. Припоход в магазин, да. Вот. Но так как мы живем в селе, да, зельницы, она всех знает, что все. И всегда с улыбочкой, вот когда мы на кассе вот это все заполняем, все выкладываем, ну, и так улыбаются все, как бы этот... За нами даже очередь не занимают. А за нами очередь не занимают, если коллеги стоят в очереди, да. Ну, к счастью, может быть, да, отрицательного отношения к себе вот на всей протяжении семейной жизни очень редко встречала, очень редко. Хотя по разговорам у нас много друзей многодетных, очень часто они слышат какие-то неприятия. Вот. В нашем же селе и в школе, и в соц, в каких-то органах, да, в администрации мы никогда не слышали ни одного грубого слова, да, как-то, чтобы нас кто-то обидел. Ну, может, конечно, за спиной, за глазами говорят. Может быть, не хочется в это верить. Но в глаза мы всегда слышали только приятное и хорошее. Ну, обычно даже, если, например, друзья, да, в колледже, где учились, там, в кругу друзей все спрашивают, ну, как так, как много-то детей. Ну, когда придут к нам домой и увидят, а где у вас все дети? Где у вас все дети? Все при деле, да, на таком прямом провинции. То есть они думают, что мы живем там в хаосе, в шуме, в бесконечном каком-то стирании пеленок, готовке вот этой, да. Стеретик, да, стеретик, который сложился, не знаю откуда, конечно. Когда увидят, как мы живем, конечно, говорят, классно, я тоже хочу много детей. У нас всегда очень много гостей, одноклассники приходят, потому что это как-то для нас, ну, не нагрузка. Всегда надо. Ну, вот вы говорили о увлечении вашей семьи, о музыке. Сегодня вы такой небольшой подарок нашим телезрителям приготовили, да, музыкальный подарок. Я прошу внимания, такой, коллегов бэнс, да. Мы хотели бы, да, в преддверии весеннего праздника поздравить наших бабушек, сказать им огромное спасибо, Ирине Яковлевне, Марии Афанасьевне, всех своих тет, сестер и, конечно, своих коллег. Они меня сегодня отпустили, работают вместо меня. Спасибо вам, девочки, большое. И вам в подарок песня. По маленьким дорожкам Маленькие ножки Оставляют след Солнце ярко светит И на всей планете И печали нет А годы за годами Уплывают След от детства в сердце Оставляют Маленький наш дом И все мира нас в нем А помнишь наши игры Помнишь все обиды Почему, зачем И все казалось важным Все казалось главным Нам в пятнадцать лет И что бы ни случилось Впереди Навсегда ты в сердце сохрани Маленький наш дом И мама с папой в нем Все мы разойдемся кто куда Богом так устроена земля Только навсегда останется семья Если вдруг обрыв или подъем Господу в обе мы припадем И утихнет буря и беда Только навсегда останется семья Только навсегда останется семья Время улетает В сердце вставляет Память навсегда Свет любви и счастья Материнской ласки Добрый взгляд отца Никогда ничем мы не оплатим За любовь родителей своих Пусть вам Бог воздаст И сам благословим Все мы разойдемся кто куда Богом так устроена земля Только навсегда останется семья Если вдруг обрыв или подъем Господу в обе мы припадем И утихнет буря и беда Только навсегда останется семья Только навсегда останется семья Душевно очень Я прям вам аплодирую Думаю так поете Или это только выступление Это наше одно из любимых занятий То есть праздники Новый год, дни рождения Это обязательный элемент Когда мы собираемся вместе У нас только все покушали Так Йосик, принеси гитару быстро Бежит, тащит одну, вторую гитару Вдвоем Сидим, играем Вдвоем песни самую любимую Вот для тех телезрителей Кто сейчас Ну не сейчас Всегда, например Думали о том Заводить много детей Не заводить Решиться сложно, наверное Потом я уверена Что никто не жалеет Но ведь решиться, наверное, сложно Вот какие-то нюансы В нескольких словах Воспитание Вот что это на самом деле Все постижимо И подъемно Не финансовая составляющая А именно такая вот Воспитательная часть Главное всегда помнить Что это все быстро проходит То есть детки вырастают Ты не успеваешь И главное, чтобы они Вот когда встречаются Какие-то трудности Они просто Наслаждались этим моментом Потому что это больше Никогда не повторится Никогда Отцовский взгляд Отцовский взгляд Три слова Ну сложно? Хочется на них кричать? Ну конечно Не конечно сложно Как без этого? Как без этого? Но уже вот время прошло Смотришь назад Они же выросли уже Как бы все равно Даже незаметно Так все это время Пролетело Сейчас уже пожинаем Блады Тоже вот Очень хорошо Очень приятно Спасибо вам огромное Что пришли сегодня К нам в студию Вот мне кажется Вот на таких семьях Держится наша страна Вот вы такой пример Для подражания Я хотела троих детей Но конечно Может и задумываюсь Все еще впереди Спасибо, что пришли Девочек и маму Особенно Поздравляем с наступающим праздником А мужчин Терпение вам Своим женщинам Помогать Холить или лейть их Спасибо Всего доброго До свидания А сейчас мы прервемся На небольшую рекламу Не переключайтесь Мы узнаем свежие новости И разыграем сертификат В викторине Женские истории Вы смотрите программу Рабочий полдень И пора узнать свежие новости Я передаю слово Моему коллеге Из службы информации Евгению Иршоу Женя, добрый день Добрый день Спасибо, Екатерина Коротко об одних Из самых важных новостей Из жизни нашей республики Буквально через несколько секунд Федеральная программа Переселения граждан Из аварийного жилья Должна быть выполнена До первого сентября этого года О безусловности этого поручения Сергей Гапликов Напомнил руководителям Муниципалитетов К настоящему времени Показатель составляет Более 72% После происшествия В детском саду Верхней Максаковке Где с крыши снег Сошел на детей К коммунальным работам Решено привлечь спасателей За несколько дней Они очистили Более 40 дошкольных учреждений От наледи и снега Сыктывкарский строитель Победитель Суперлиги В финальной схватке Всероссийских соревнований Наша команда На льду республиканского стадиона В Сухую Обыграла Мурман Который становился чемпионом Последние несколько лет Итоговый счет 3-0 В следующем сезоне Строитель участник Суперлиги Эти и другие новости Смотрите в следующих выпусках А прямо сейчас Продолжение передачи Рабочий полдень Екатерина Тебе слово Спасибо, Женя А мы приступаем К розыгрышу подарка В Викторине Женские истории На телеканале Юрген Участвовать в Викторине Очень легко Дозвоните сейчас Прямой эфир Телефон 46 90 60 Ответьте правильно На вопрос И приз ваш Спонсор Викторины Йога-центр Лотос Занятия для пользы тела В любом возрасте 577-443 И мы начинаем Викторину Женские истории Правила Викторины Предельно просты Вопрос Четыре варианта ответов К нему отвечает Первый дозвонившийся В прямой эфир Если ответить правильно Не удалось Шанс предоставляется Следующему дозвонившемуся И так до правильного ответа И я приветствую Дозвонившегося телезрителя Здравствуйте 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 Представьтесь, пожалуйста Светлана Васильевна Светлана Васильевна Валши Женера Привычно, что я к вам Так обращаюсь Представьтесь, пожалуйста И вы уже так Светлана Васильевна Очень рада вас слышать Хочу сегодня Немножечко вас попытать До того, как вам вопрос задам Насколько я знаю Вы на заслуженном отдыхе, да? Да А до того, как выйти Кем работали? Много кем есть Много кем? То есть вы такой Многосторонне развитый человек Ну, да А хобби какое-то у вас есть? Да Какое? Очень люблю Разгадывать судоку Кроссворды, сканворды Ну, йогой вот увлеклась Ну, и собаки Просто страсть моя Собаки? Да У вас есть собака дома? Да, у меня француз Это как? Французский бульдог? Французский бульдог Ага А почему именно эта порода? Они же хрюкают Нет, они не все хрюкают Мой не хрюкает У вас воспитанный Нет, от морда зависит Почему именно эту породу? Они же маленькие А вы знаете, как этот маленький охраняет? Да? На заметку тем, кто хочет сейчас приобрести щенка какого-то Вот охранник для семьи А гулять не устаете с ним? Это он меня выгуливает Чтобы дома не засиделись, да? Ага А вот какую профессию вы считаете вот самой-самой неженской? Какой-нибудь трубоукладчик, шпалоукладчик Тяжелый физический труд одним словом А еще я вот сейчас вопрос вам хочу задать Связанный с профессией, которая чаще всего ассоциируется чисто с мужчиной Я хочу вас спросить про женщин-космонавтов Вопрос звучит так Сколько женщин-космонавтов в нашей стране? И я вам предлагаю четыре варианта Две, три, четыре или пять? Четыре варианта Если не помните, не знаете, то давайте гадать Ну, я знаю про их Так Будем вариант три выбирать? Да Вы выбрали вариант три И, к сожалению, это неправильный вариант Спасибо большое за участие Еще целый день завтра будет Звоните С наступающим праздником вас Спасибо, Иван Спасибо вам, что за звонок Ждем следующего телезрителя 46 90 60 Телефон прямого эфира Звоните Вам попроще И, опять-таки, каждому следующему телезрителю Значительно легче, как минимум, на один вариант 46 90 60 Телефон прямого эфира Викторина Есть звонок Здравствуйте Добрый день Представьтесь, пожалуйста Надежда Алексеевна Очень рада вас слышать Мы поздравляем вас с наступающим праздником И слушаем ваш вариант Ну, я думаю, может быть, вариант четыре Не под номером четыре А что четыре женщины-космонавта Правильно поняла? Ну, да А вы знаете? Можете их назвать, может быть? Или... Ой, Терешкова Терешкова помните? Да, Терешкова потом... Ой, забыла я Ну, это наугад или вы точно знаете, что четыре? Ну, я так думаю Я вас поздравляю На самом деле, это правильный ответ Четыре женщины-космонавта Ждем вас за вашим призом Поздравляем вас с наступающим праздником женским Восьмым марта И все, если что, завтра целый день Спасибо большое вам за звонок А я небольшую информацию нашим телезрителям На самом деле, четыре женщины-космонавта Это Валентина Терешкова Светлана Савицкая Елена Кондакова и Елена Серова Кстати, сегодня у первой женщины-космонавта Героя Советского Союза Генерал-майора Валентины Терешковой Юбилей Этой легендарной женщине 80 лет По сей день она первая и единственная Представительница прекрасного пола Совершившая в одиночку полет на орбиту Земли Валентина Владимировна Терешкова Родилась 6 марта 1937 года В деревне Масленниково Ярославской области В 1960 году окончила техникум Легкой промышленности в Ярославле Затем работала по специальности Участвовала в комсомольской работе А вот в марте 1962 года Она была зачислена в отряд космонавтом На должность слушателя-космонавта И призвана на срочную воинскую службу В звании рядового 16 июня 1963 года На корабле «Восток-6» Терешкова совершила первый в мире Космический полет женщины-космонавта Проведя на орбите почти трое суток Вот такая вот небольшая история Что ж, приз викторины женской истории Разыгран Поздравляем победителя А спонсор викторины это Йога-центр «Лотос» Занятие для пользы тела В любом возрасте 577-443 Два вопроса мы озвучим завтра В предпраздничной программе Рабочий полдень Так что готовьтесь До встречи и удачи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова